Добро пожаловать в нашу студию. Тема нашего эфира сегодня предновогодняя. Мы говорим о украшении нашего города. К Новому году город практически уже готов. Главная елка стоит на площади. И слово вам. В этом году впервые искусственная ель. Мы долго хотели, чтобы она появилась в городе. Но в этом году это случилось. Еле высотой 13,5 метров. Искусственная. Светится она разными огнями, разным цветом. Сейчас действительно они уже огоньки бегающие. Настроена елка. Специалисты все сделали так, как нужно. Вот. И как и хотелось, у нас сейчас на площади еще есть световой потолок. Это как бы изюминка нашего этого Нового года. Это тоже впервые. Да. Мы шагаем по площади. Действительно, как у нас эти цветные голубые шары, они создают вот такой световой потолок. Ну и на площади есть у нас символ года. В том году мы уже ставили лошадь. Значит, год лошади. В этом году мы ее разукрасили. Привели другое соцветие, я бы так сказала. И она у нас в этом году тоже есть на площади. Есть также горка, где детки могут с удовольствием покататься. На горке баннеры расположены именно там на них фигурки. Так как у нас еще и год Олимпиада же, поэтому мы все символы олимпийские также запечатлели на баннерах. Многие жители уже, наверное, видели, как украшена площадь. Что-то еще будете делать? Либо вот основные работы, в принципе, уже сегодня сделаны на площади Совета? Ну, сейчас вот световой потолок заканчивается, размещение светового потолка. И украсим еще вот елену. Мы их ежегодно украшаем. Сейчас вот они сегодня доработают уже, смастерят декоративные конструкции, как говорится, световые элементы на елях. Ну, и также еще оформляем прилегающие здания, те, которые на площади. И поэтому будет уже на площади как бы ярче. Новогодние красавицы уже, наверное, многие все-таки видели. Кто не видел, не был на площади, видели по телевизору, потому что об этом мы неоднократно говорили. Ольга Юрьевна, вот возникли вопросы, да, все-таки во сколько же обошлась нам эта ель, вот вместе с оформлением, вместе с гирляндами, с монтажом, плюс демонтаж еще при цепи этой елки. То есть вот что и как? Расскажи. Ну, в соответствии со сметами, которые я говорила на пресс-конференции, стоимость ели обошлась 800 тысяч. Это, значит, сама ель, доставка этой ели, гирлянды, там их очень много, гирлянд на этой еле, и игрушки. И потом еще, как бы сейчас они ее смонтировали, а потом произойдет демонтаж. Поэтому вот такая стоимость данной ели. Ольга Юрьевна, вот вопрос по поводу деревьев. В этом году мы видим их достаточно много. Ну вот напомню, как раз на пресс-конференции вы говорили, что их должно было быть 40. Вот зритель, может, кто не слышал. Их действительно уже 40 по городу? Либо их еще будут украшать? Либо вот на этом все? Расскажите. И где уже? Деревья украшены в количестве где-то 19 штук. Поэтому 40, к сожалению, не получилось за счет бюджетных средств. Почему? Потому что, как вы говорите, в этом году мы действительно уделили этому большое внимание. И даже, как бы сказать, впервые украсив их действительно грамотно и с размещением достаточного количества на деревьях гирлянд. И поэтому получилось, что вместо двух, допустим, гирлянд на дереве должно быть, чтобы было красиво, от 4 до 6 гирлянд. Из-за этого количество деревьев уменьшилось. Но я думаю, что те деревья, которые украшены, они имеют, как бы, ну, красивый вид. Это, значит, вот дерево на мосту влюбленных. Хорошо смотрится дерево на пересечении Красноармейской улицы Куйбышева. Очень, я считаю, такое красивое дерево – это на пересечении Димитрова и улицы Гончарова. Около нея у Мефея, около здания. Оно у нас, вот, этот дуб, он у нас действительно получился таким вековым, сказочным дубом. Красивое дерево на улице Гагарина. Также ряд ив, которые у нас растут, такие объемные, красивые, пушистые ивы, которые на проспекте автостроителей, они тоже сейчас находятся в таком сказочном одеянии. Ели около кинотеатра «Меликес», но мы их уже и в том году украшали, но в этом году, как бы, более так обильнее, как говорится, на них сделали много гирлянд. Но я думаю, что мы сейчас активно также работаем со всеми учреждениями, организациями, прилегающими к ним территориями. Поэтому, вот, может быть, даже и не сорок, постараемся, я думаю, нас услышат, да, владельцы вот зданий, предприятий. Мы к ним неоднократно обращались. И вот сейчас, вот, пользуясь случаем, я хочу обратиться ко всем владельцам зданий, учреждений, предприятий. Для того, чтобы наш город был более красочным, будьте добры, сделайте его, пожалуйста, действительно красочным. Украсьте свои здания, учреждения, предприятия, для того, чтобы к вам люди не только шли, а просто шли с радостью, именно видели, что у нас праздник в городе. Поэтому, вот, большое пожелание также к торговым предприятиям. Вот, торговые предприятия, действительно, ну, отнеслись пока, я бы так сказала, с нежеланием, с недушой. Мы проговорим про конкурс, да, вот, чтобы увидеть, какой наш город на сегодня, то есть стоит вечером проехать по городу и посмотреть. В этом году сделали самолет. Самолет, да. А в Бомбере. Ну, тоже, как восхищаются люди самолетом, действительно, очень интересно. Он получился, как бы, вот это вот само пересечение улиц, вот, в данном районе, где самолет, действительно, так красиво смотрится. Это и самолет, и рекламные конструкции, и мы переходим плавно к путепроводу. Где также они в целом украшены хорошо. Поэтому многие, кто встречает на улицах города, также говорят, что самолет смотрится очень здорово. Ольга Юрьевна, давайте поговорим про конкурс «Снежный городок». С 15 декабря он стартовал. И вот в парке Западной планировали что-то построить. Кто-то уже принимает участие? Вот расскажите. Ну да, вот, к сожалению, пока конкурс действительно уже стартовал, но, может быть, не все люди слышали, что вот я хочу также опять, пользуясь случаем, обратиться к жителям с просьбой, что участвуйте в конкурсе. У нас не только конкурс снеговиков и снежных скульптур, которые в парке Западном. Будет у нас конкурс на лучшее оформление прилегающих территорий, на световое оформление. И также еще будет областной конкурс. Поэтому жители города, украсив наш город, смогут также поучаствовать и в областном конкурсе. А конкурс «Снежный городок» что в себя включает? Что нужно делать, что нужно строить, чтобы понимать? Нужно прийти на территорию парка Западный, смастерить там какую-то снежную крепость и сделать фотографию этой крепости и представить ее в управлении архитектурой градостроительства. Призы предусмотрены? Значит, да. За это участие в этом конкурсе – это просто призы, не денежная премия. А участвовать, чтобы в конкурсе на лучшее световое оформление – там денежная премия. Конкурс по оформлению тоже объектов культуры, спортивных учреждений, медицинских, да? Он тоже объявлен, он тоже проходит, он тоже какой-то денежный, призы какие-то предусмотрены? Ну да, я вот сейчас про него также и сказала. Это как раз конкурс на лучшее световое оформление. Но вот про него пока не услышали, поэтому необходимо всем услышать. Вот я повторяю, что будьте, пожалуйста, да, поддержите, пожалуйста. И по областному конкурсу «Новогодняя сказка», да? То есть тоже, что нужно опять же фотографировать, свои работы, вот все, что сделать. Да, вот в новогоднем, в областном конкурсе там несколько номинаций. Это вот номинация «Сибирские ели», «Сказочный двор», «Лучший снеговик». Необходимо также украсить свое здание, допустим, или площадь. Вот «Сибирские ели», это означает, какая-то площадь должна быть украшена. Сфотографировать и направить в Министерство строительства. Ольга Юрьевна, огромное спасибо, что пришли сегодня в нашу студию. Будем надеяться, что действительно город к Новому году еще украсится и будет более ярким, более праздничным, сияющим. И напоминаю нашим зрителям, что сегодня в гостях нашей студии была исполняющая обязанности представителя комитета по градостроительной деятельности Ольга Юрьевна Абрамкина. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания.